американский пассажирский лайнер independence был построен в америке и введен в эксплуатацию в феврале 1951 года для american export lines первоначально он курсировал по маршруту нью-йорк средиземное море специализируясь на высококлассной клиентуре а начиная с 1980 года он ходил как круизное судно имел длину 208 и ширину 27 метров способный крейсерской скорости 26 узлов лайнер вмещал тысячу пассажиров и был рассчитан на размещение 5000 солдат в военное время на лайнере были магазины красивые общественные помещения и бары в номерах имелось поляризованное стекло в иллюминаторах для контроля света и бликов а также прикроватные телефоны с которых пассажир может позвонить любому в пределах 5000 миль первым капитаном нового лайнера был капитан хьюли свитцер бывший капитан судно ла гвардия 10 февраля 1951 года independence отправился с пирса норд в 53-дневный круиз протяженностью более 13000 миль по средиземному морю во время которого он посетил 22 порта в таких странах как испания марокко алжир сицилия италия греция турция ливан кипр израиль франция гибралтар и португалия в 1959 году лайнер был отправлен в ньюпорт-ньюс где было увеличено переднюю надстройку и достроена еще одна палуба чтобы увеличить пассажировместимость первого класса более чем на 100 спальных мест на борту было снято множество фильмов с такими звездами как кэри грант и дебора кер и многими другими они также перевозили высокопоставленных пассажиров таких как гарри труман альфред хичкок уолт дисней и король саут в январе 1974 года independence был продан компании atlantic forest line и переименован в ушейник independence в 1980 году сайтан передала ушейник independence своей недавно созданной американской компании american hawaii cruises после капитального ремонта и переоборудования на верфи кавасаки дакерт в японии ушейник independence был сконфигурирован для размещения 750 пассажиров одного класса лайнер отправился в первый семидневный круиз в июне 1980 года вокруг гавайских островов из гонолулу 24 сентября 1981 года он получил незначительные повреждения у побережья на вилевеле однако пассажиров благополучно доставили на берег после ремонта в сан-франциско он вернулся в строй в 1982 он вернул свое первоначальное название independence в 1984 пассажировместимость сократилась до 800 а в после официально был перерегистрирован в гонолулу в том же году был выведен из эксплуатации и отправлен в судостроительную компанию newport news для капитального ремонта после банкротства в 2001 компанией american hawaii cruises independence стал собственностью морской администрации сша и отплыл из гонолулу в сан-франциско в феврале 2003 продан на аукционе за 4 миллиона долларов сша компании norwegian cruis line в середине 2006 independence был переименован в ушейник в июле 2007 норведжин круис line объявила что у ушейник продан у ушейник отбуксировали из залива сан-франциско 8 февраля 2008 года в сингапур и его пункт назначения был изменен по пути в дубай но был остановлен из-за жалобы поданной агентством по охране окружающей среды сша на то что судно буксирует на зарубежную свалку металлолома компания global market in systems последний владелец ушейник была оштрафована на 518 тысяч 500 долларов за экспорт корабля на металлолом без предварительного удаления токсинов таких как азбест и пехабе в 2009 году о ушейник был незаконно переименован в платинум-2 и буксируемый отправился из дубая валанг лайнер претендующий на название платинум-2 был отклонен от разгрузочной верфи аланга в индии когда выяснилось что он это на самом деле бывший ушейник индийские власти утверждали что его переименовали и снабдили фальшивыми документами чтобы обойти правила в отношении токсичных материалов после долгих споров и требований вернуть лайнер в сша за незаконный экспорт платинум-2 был брошен на побережье гуджарата хотя он вероятно не более токсичен чем большинство суден построенных в 1950 и 1960 годах он был признан таковым из-за незначительного количества радиоактивных материалов обнаруженных в системах обнаружения дыма а также из-за обычных азбеста и пехабе содержащихся на лайнерах того поколения после посадки на мель в феврале 2010 года сообщения новостей из индии утверждали что платинум-2 севший на мель и брошенный в гопнатхи начал страдать от структурных трещин и никогда не сможет быть перемещен оттуда в марте 2010 год корпус лайнера был под углом около 35 градусов и треснул в кормовой части жилого помещения далее был разобран на месте до конца 2010 года